Всем привет! Давно не виделись. Я Маша. А я Марта. Мы рассказываем о детских книгах и сегодня поговорим о новинках для самых маленьких. В этом году на книжном арсенале было представлено множество премьер. Мы с Мартой тоже там были, даже провели небольшую собственную презентацию, а еще купили миллион книг. Из них полмиллиона на подарки нашим друзьям, потому что что? Книга. Это лучший подарок. Вот, собственно, несколько книг для наших самых юных друзей. Но прежде чем рассказать о них подробнее, я вам напомню о том, что выбор книги для маленького человека – дело невероятно важное. Начнем, пожалуй, с книги Белинговы «Славные профессии барсука». Это продукт коллаборации издательства Artbooks и художницы Романа Рубан. И продукт настолько аппетитный, что его так и хочется съесть. Нет, ну правда, эти маленькие книжицы нам напоминают зефинку или воздушное пирожное. Вам не показалось, у этой книги действительно две обложки, потому что на самом деле это две разные книги. Одна из них украинско-английская, а другая русско-английская, потому что это книжка Белингва, и здесь каждый рисунок подписан на двух языках. А сами иллюстрации черно-белые, что на самом деле очень полезно, помогает стимулировать зрение, развитие зрения у малышей. И что еще важно отметить, эта книга вошла в шорт-лист конкурса на лучший книжный дизайн, который проводился как раз на книжном арсенале. Следующая книга для любопытных малышей от трех лет. Создала ее голландский иллюстратор Лизи Лотверстейк, и впервые представила на франкфуртской ярмарке в прошлом году. А уже сейчас я держу в руках украинское издание. Чудеса. Главный герой книги, маленький котенок, отправляется на прогулку в разные места. Город, зоопарк, пляж, лес, и везде ему что-то слышится. То багажик скажет, да, то лев. Обещаю, дети с удовольствием будут повторять все эти звуки. А еще в этой книге есть много интересных заданий. Можно находить различные предметы или считать, сколько их на развороте. А еще эта книга отмечена на конкурсе детского жюри в Нидерландах. Это такая ежегодная премия, которую вручают за лучшие детские книги, но выбирают эти книги не взрослые, а сами дети. Что может быть важнее первой азбуки? Когда мы ее выбираем, мы должны помнить, что по сути это первый учебник, и его задача увлекать, приносить удовольствие и стимулировать желание читать. Вот книга замечательной художницы Дианы Дубосарской «Самая детская азбука» с легкостью справляется со всеми этими задачами. Каждая буква в ней представлена яркими, жизнерадостными рисунками. На страничках из плотного картона еж мускируется под елку. От пингвина освощика половина, а в морских глубинах плавает дивная рыба радуга. Точно. Каждую букву отведена собственная страница. А вообще книга сделана с такой любовью и с таким юмором, что пройти мимо нее невозможно. Ну и кто такую книгу в руки возьмет, тот очень быстро научится читать. Вы можете пожимать плечами, изображать недоумения на лице и вообще спрашивать, зачем ребенку книжка, в которой так мало текста, а из иллюстрации только сплошные какие-то цветные кружочки. Может быть вас убедит цифра в полтора миллиона? Именно такое количество экземпляров этой книги было продано в 40 странах мира. Создал эту книгу гениальный французский иллюстратор и выдумщик Р.В. Тюле. Для того, чтобы эта книга ожила, вам нужно будет приложить некие усилия исследовать инструкцию. Например, у нас есть желтый кружочек. Натисни на желтенький кружочек и перегорни сторинку. Марта, давай. У нас уже два кружочка. Марта, как ты это сделала? Я волшебница. Все верно, ты волшебница и книга эта волшебная. А волшебство это называется сила вашего воображения. С этой книгой вам никогда не будет скучно. И если вы хотите, чтобы ваши дети читали, читайте вместе с ними. Редактор субтитров А.Семкин